доброго времени суток это видео очередное видео о грибах будет ориентировано и специально снято для тех людей которые собираются вырастить грибы вешенку там что-то другое все никак не могут на это решиться а также для одного коллеги который вот решился на такое мероприятие все что него есть для этого это гаражный подвальчик и вот сейчас специальное видео вешенки гараже и подвальчики вот мы сейчас расскажем как это все происходит на самом деле вот я нахожусь как видите при входе гараж и посмотрим что необходимо для того чтобы вырастить вешенку а вот обыкновенный вариант гаража и вот эти блоки это те блоки которые путешествовали вместе со мной на рынок вместе с грибами то что не какие-то продались какие-то остались вот те что остались я их просто чтобы не носиться с ними взял поставил вот тут гараже ну и как видите ну вот что вы видите как вы понимаете здесь отсутствует какая-нибудь вентиляция освещение здесь приблизительно тоже я тут не буду оставлять специально вот я сейчас выключил свет но приблизительно вот так здесь вот такое освещение где-то ну и вот все что необходимо для ну тут довольно прохладно скажем про температуру прохладно несмотря на то что на улице довольно таки жарко вот и все вот вам условия для выращивания вешенки все больше здесь ничего не будем тут обыкновенная говорится всемирное огонь его здесь зерно здесь как всегда стройка какой гараж без вело парка вот и а вот сюда вернулся вот хотел часто в гаражных вот таких гаражах есть такие вот подвальчики куда можно спускаться можем спуститься там ничего интересного в общем обыкновенный подвальчик небольшой естественно не доделанный там необходимости в это делать недостаток в том что сильно низкий пол как для меня мне приходится здесь пригибаться я не хочу здесь ничего пока делать ничего сюда заносить вот ну кто-то сильно набирает взять грибы и запереть вот эти блоки где-то в какой-то подвал во первых здесь довольно таки холодно вот реально мне уже довольно таки стало прохладно во вторых как видите заход сюда получается вот такой туда придется ходить и выходить еще свесло в руках да ну блоков туда поместится огромное количество там 6 на 6 на 3 по моему такой вот подвальчик и как видите тот же вариант в обыкновенных вот условиях гаража видим вот такие приморди тут освещение плохое значит давайте путешествуем дальше вот как видим и бы и грибы и везде грибы это бывает какие-то такие непонятки это или брак или что вот это такие грибы выросли на на вот каких-то тут я даже не знаю это технолог что-то там химичит поэтому такое здесь как видим что и что это такое это остатки то что тоже не реализовалась на рынке как видим она здесь просто испортилась и не было куда и девать уже просто не съесть не продать и так дальше а вот видим нами цели то есть не нами цели а на грибах это была полная некондиция какие-то такие уродики там осталось где-то скило вот грибу как видим но здесь на солнце это все повысыхало а когда стояла холодильнике вот видите грибы на грибах на самих грибах и пошли романнейшие красивые примордии но в результате понятно что силы у них не будет для того чтобы дать полноценные грибы но примордыши такие вот хорошие вот здесь наблюдаем вот такую картину то здесь здесь как видим вот блоки которые мы соорудили два дня назад и оставили здесь потому что практически сейчас их где-то и больше некуда потому что помещение ожидается вторая волна принципе она должна быть довольно таки приличной а здесь довольно таки тепло я бы даже сказал может быть и жарко ну приблизительно здесь где-то 24 может быть даже 26 довольно таки тепло ощущается то есть для инкубатора инкубации прекрасное место вот как сделали блоки вот таких поставили и вот пусть они свои две недели спокойненько могут себе здесь отдыхать вот не знаю где кто кто эту глупость там придумал что на сразу вопрос там они черные это специально чтобы не цели там в темноте развивался фигня это полная не надо никакого там света не света да по барабану тому мицелию есть там свет или нету это как да как кроту звезды ему все равно там темно там или светло он все равно ничего не видит вот так также там это мицелию то есть и пакет просто черный не из-за того что какая-то смысла в это не просто купили был черный то купили черт сейчас будет прозрачный покажу на прозрачном вот а освещение здесь приблизительно но если без освещения тут из окна вот такой свет ну и сегодня здесь инкубируется приблизительно недели через две надо будет их как-то рассредоточить потому что пойдут приморгии и понятно что им не будет куда просто вырастать а вот сейчас больше ничего не надо и мы продолжаем наше путешествие вот сейчас мы там пройдемся виноградники тут сад фруктовый сейчас посмотрим что там дальше это мука мушка муха муха так но тут виноградники давно такой холодной весны я уже не помню даже чтобы фактически с десяток дней когда что-то где-то не капала не падала с неба вот очень холодно это сегодня какое-то исключение вышло солнце это не факт что это будет надолго то есть это можно пару часов а заканчивается всегда как целое лето за вчера было очень холодно сейчас уже вторая уже половина мая пошла а это самое вот а виноград только еще просыпается вообще даже там речи не идет о каком-то цветении и так дальше не знаю что если дальше и лето такое будет урожая был был было как-то в каком-то году не помню но было такое что наступила осень и заморозки а виноград остался зеленым то есть пришлось его просто он уже сыпался пришлось его собирать собрали просто зеленым но и делают зеленый и зеленого винограда специально даже собирают чтобы делать вино и зеленого винограда вот припутешествовали посмотрите вот что хочу вам показать ну это же это же просто это же просто это это ой какая красота вы только посмотрите это что это шампиньон шампиньон говорят что это луговой не сильно я там знаю луговой не луговой но это шампиньон и в отличие от магазинных магазинных шампиньонов размеры у него просто гигантские взвешиваю специально один гриб тот что я собрал один гриб был 400 грамм 400 грамм одно плодовое тело можете себе представить два с половиной гриба это кило ну размером как тарелка толстый довольно таки вкусный на вкус это далеко не тот гриб и тот вкус который мы привыкли из маркета не скажу что это хорошо или плохо просто он другой вот и все вот смотрите вот такое семейство обязательно а сразу тут какие вопросы возникают садил ли а вот эти грибы нет я их не садил я сам не знаю откуда они взялись но каждый год строго в это время в мае здесь растут вот эти шампиньоны и и второй вопрос почему там сразу их не схватить плодовое тело размножить а зачем а зачем если потратить на это полгода и так дальше кто подпишется над качеством урожайностью всем остальным того гриба дай кому он нужен просто-напросто вот не буду я ничего там с ним возиться это пусть там горячие головы или кому не чем заняться пусть себе заниматься ну и теоретически где-то здесь должны были бы быть вот эти шампиньоны фактически они когда-то вообще появились именно даже не у меня а пошли от соседей вот здесь были громады но почему-то они пошли не в ту сторону а переселились больше вот на эту почему-то сторону может быть это связано стоим скажу здесь надо отметить что там как может там краем камеры я захватил что там есть пилорама иногда было опилок остатки ну просто его не было куда девать вообще не было куда девать то мы просто привозили эти опилки сюда выбрасывали на кучу и здесь равняли землю и вот здесь огромное количество может сантиметров 40 насыпом было сделаны опилки не выборочно любые вот все что резалось там сосновая не сосновая все просто выбрасывала сюда и вот она со временем образовалась здесь какой-то такой компост или может быть как покровка на шампиньоны почему они здесь растут они больше не растут вот там с другой стороны где земля а вот растут именно здесь где были опилки так что вот такой момент если у вас избытки опилки то может быть готовьте какие-то плацдарм потом несете уже посевной мицелий например шампиньоны в это все дело ну не будет надежда что шампиньоны будут расти потому что я носил просто в землю когда засевал шампиньоны то никакого результата из этого не было ну и с шампиньоном та же история на компосте вы если если вырастить и если нету покровочного материала именно хорошего правильного торфа покровки то плодовые тела вообще не образуется и вообще от покровки зависит размер плодовых тел как вы замечали маркетах иногда плодовые тела шампиньоны продаются маленькие такие кругленькие как шарики пинг-понга а иногда бывают такие огромные вот этот размер он зависит от структуры покровного материала то есть из покровный материал крупнопористый то буду громадный шампиньон если очень миленький то будут маленькие шампиньончики а вот муха верный друг как собачка куда я иду тогда она идет у меня когда-то уже с десяток лет назад когда я садил вот эти елочки они были такого размера вон как-то малюсенькая где бы там я мог подумать что вырастет из этого всего вот такая красотища да ну на это ушло приблизительно 10 лет а здесь вот продолжил я довольно таки красиво это аллея славы вот и как-то хочу чтобы эта аллейка сюда продолжилась там дальше тоже большая елка ну вообще желательно между огромными елями чтобы расстояние было где-то в 10 метров то сейчас они будут красиво вот здесь между этими достаточно будет место а потом если место недостаточно и довольно густо они посажены то будет вот такой результат довольно таки красивенько это все выглядит вот там как видите шведы называют вот эти штуки это или упало гнездо или это делать ну по моему что свалили да что-то какие-то обрывки шведы называют вот это птичники вот там видите везде это или начальные гнезда сейчас уже не видно там высоко ну там полно птичьих гнезд и сейчас под послушаем как звучит вот это место видите молоденький вот не будем его пугать хорошо сидит на ветке безопасность его сбросить то неизвестно что муха скажет по этому поводу пусть там себе сидит иногда осенью здесь поселяется сова у меня и она здесь очень классная здесь с елки наблюдать здесь поля рядышком и мышки полевки и она прекрасно себя здесь чувствует но раскрас зимний у нее на это надо просто заценить увидеть один раз она когда сидит на ветках ну просто глаза можно протереть чтобы ее обнаружить потому что маскировочная такая одежда просто его в ветках ее фактически не видно так тут у меня такой видите там где сауна у меня здесь вот такой дизайн долго я размышлял как это все красиво сделать вариантов строительных много от кипяча там гипсокартона фанеры там и всего остального как это металла и все чем можно придумать но я решил поступить вот так в этом году что-то сильно покромсали я уже надеялся что когда ветки ну то есть расцветет то уже будет полностью зеленая стена но потом это все дело почистили потому что за три года он уже просто обнаглевший этот виноград поэтому подобрали мы его конкретно ну буквально там через месяц я думаю когда он пустит свежие ветки то здесь будет все наглухо закрыто довольно таки прикольно это все выглядит изнутри вечером бы показать потому что это прозрачный пластик и ночью там изнутри стоит подсветка и с этими зелеными листиками это все светится просто очень и очень красиво а изнутри конечно же тут тоже приятно выйти из сауны в такой зеленый себе палисадник а не какой-то гипсокартонный там евроремонт и так дальше поэтому вот я решил сделать здесь вот таким образом тут сауна но как-то про сауну там чуть позже пойдет речь для тех кто там захочет приехать на летние семинары обучение обмен опытом и так дальше то программу также естественно будет такое вот неформальное общение сауна тут бильярдная там пока показывать ничего после зимнего периода надо сделать уборку там просто такой всемирный беспорядок там короче надо по убираться уже к летнему сезону приготовиться а вот там гостевой домик на четыре спальных места так что будем летом организовывать какие-то семинары по обмену опытом и по обучению по желанию там по грибах по мицелью так что можете писать свои заявочки будем как-то формировать группы собираться по каким-то интересам и и тогда как-то будем организовываться вот на эти мероприятия ну вот продолжаем наше путешествие и вот для моего товарища из канатопа вот специально для него я ему обещал что сниму видео вот я это делаю у него тоже вариант выращивания в подвальчике пришлось мне потратить долго времени чтобы убедить его в том что ставь в покое эти грибы если ты собрался заниматься выращиванием грибов то первое что надо сделать это посадить грибы а не полгода делать ремонт ради того чтобы там поставить этих там 50 блоков вот обыкновенный подвальчик который есть в любом хозяйстве и что тут надо отметить из освещения здесь вот такое окно вот там эти даже кто-то ничего не чистил как стояла такие там против москитная сетка кстати стоит ему его можно открыть здесь бы лучше наверно была бы циркуляция воздуха и было бы потеплее потому что здесь довольно таки холодно как в подвале тут вообще стабильной температуры держится несмотря на то что дверь открыт если открыть окно то здесь пойдет воздух теперь смотрите из вентиляции здесь вот труба накрытая каким-то 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 корыто короче какая-то лампа такая была промышленная там сверху просто чтобы сюда вода не затекала через дырку и вот смотрите что здесь происходит то есть грибам здесь никто не мешает жить растут они они по своим каким-то правилам и ну вот смотрите раз два три четыре четыре это самое 4 4 ветки грибов если мешок лежит видите как они растут вот таким вот красивым этим самым и вот видите абортаж он не пошел потому что вот энергии блока хватило ровно на это хорошо формируется при морде когда большие специалисты по выращиванию грибов не мешает им жить видите все грибы им идут равномерно никто здесь ничего не дул и они себе in silence and misery в покое и в покое и умиротворении вот сами себе формируют что им надо как в природе вот видите вот этот себе решил вот так вот поступить тут уже надо их собрать потому что уже держать некуда это уже фактически переростки видите краешек гриба уже развернулся и стал острым тоже переростки потому что сейчас они выпустят споры а здесь более такой болочный вариант который еще подрастает но как видите сам по себе выпустил вот это остальное оборотнулась это вся одной партии грибные блоки вот смотрите как это все здесь зарастает сам по себе никто не будет здесь я даже не не хотел сюда не болив там ничего видите кирпичный пол итальянская кладка ничего не хотел сюда не не там шланги-то проводить не брызгать да пусть ну вот хотелось бы показать как это все происходит если если вот без ничего просто подварчик пустой фактически отсюда я когда-то начинал грибы выращивать да вот сюда вот три на три где-то два метра высота потолка скрипенчатый такой вот ну и здесь поместилось если пересчитать где-то 50 штук было 60 немножко отсюда забрали там я показывал гараже стоит немного тут стоят ну и вот 50 осталось вот видите какие что что здесь уже какие стеллажи какие еще хотите грибов поворачивать 10 блоков сделать ну вот здесь 50 без стеллажа без ничего ну вот и все вот вся вентиляции и еще осталось немножко времени у нас демушка ну что я говорил вот вот ну и нельзя пройти мимо от этого места вот и все друзья значит 6 марта я думаю кто следит за каналом тот прекрасно себе видел значит 6 марта сделано здесь посадка специальная там немножко вышла накладка из-за того что тот редактор которым я делал монтировал видео он что-то его заглючила и он взял вышел где-то срок он по три минуты порезал эти ролики я потом это не просматривал сразу загрузила потом пока увидел что он такого там напилил мне и короче а остальное я удалил и получилось не совсем то что я наснимал и что я хотел сказать но как видим здесь первым посажем это по 80 или к 17 по моему до к 17 1 по 82 а вот этот штамм тот что не раскрученный это м 21 81 это тот что бельгийский холода устойчивый как видите из всего посадки вот первым пошел м 21 81 видите это уже переростки а фактически дым из них идет это уже переростки и уже спароносит честно говоря как вы видели по предыдущему то есть грибов здесь у меня навалом везде здесь еще на пеньках они начинают расти но я уже хотел специально здесь вырастить для примеров сам разобраться в этом вопросе и видите не укладываю себя уже в одно видео значит продолжение будем досматривать уже на следующем ролике потому что не уложился я своих 25 минут так что подпишитесь на канал и смотрите что я там дальше расскажу